Извините. Ну же, Марин, отпусти его! Так, мы сейчас вернёмся. Надеюсь, это наше. Конечно, наше. Верри Крисмас, мои френды. Всем-всем привет, дорогие зрители. Мы продолжаем прохождение Мафии 2. И вот мы очутились в своём доме. Сейчас посмотрим, как нас примут. Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок. Ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Иди сюда. Садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуб подитола. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да. Да. Вита, как так можно? Прости, мама, прости. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Необычные задания. Ну что ж. Нужно выспаться, набраться сил и уже потом решать дела, которые, я думаю, что будут очень интересные. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомби на неё. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. И чем интересно те тут не устраивает? Вроде как довольно уютно. Ну, по крайней мере, не в бараках жить. Так, ага, нужно одеться. Как непривычно всё-таки для мафии ещё одеваться. Можно было и так пройтись. Я думаю, что никто не был бы против. В таком районе и не так ходили. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Адио. Ну что ж, вряд ли битва мечтает о такой работе. Ну что ж, пойдём навестим Джо. У него наверняка работа найдётся поинтересней, да и по прибыльней. Эй, стой, ты чего? Так, ладно, не будем пугать соседей. Сейчас нам нужно... А мне плевать. Пустите. Мне плевать. Пусть вы последнюю продаете. Обещаю. Что тут происходит? Вито. Не лезь не в своё дело, дебил. Да ну. Пойдём, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вито. Пожалуйста, ты делаешь что-то хуже. Вито. Вито. Вито, что ты делаешь? Вито, что ты делаешь? Вито, прошу, не впутывайся. Да получай, жерво. Он получил то, что заслужил. Эй, мать твоя. Знаешь что? Пали отсюда нахрен. Вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, чёрт возьми? Прости нас, Вито. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чём дело? Папа... ...за того года смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушёл на войну. И сколько? Две тысячи долларов. Сколько? Чёрт! А хуже всего, мы должны отдать им всё до конца недели. Или... Долг снова вырастет. Такие деньги мне в фортуне заработать. Кто этот тип? Я не знаю. Мама не говорит. Всё в порядке, Вито. Мы исправимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вито. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Ну, с учётом того, с какими людьми Джо вообще связан, то я думаю, для него абсолютно не проблема будет найти две тысячи долларов для своего старого корешка. Так что... Так что... Ладно. Нам нужно найти машину. Так, это на радаре обозначается наш дом. Мы сюда можем возвращаться, когда будет угодно. Так, а пока... Нам нужно... Вот как раз дойти и дать Джо в принципе можно и просто пешком подойти. Я думаю, что пока в криминал ввязываться нам не нужно. Пока нужно прождать некоторое время. Хотя вообще... Кто заметит-то, я думаю. Так... Сейчас мы тут как-нибудь аккуратно, беспалевно. Ага. Залезать, значит, ты можешь, а вскрытия нет, да? Ну ладно. Видимо, придётся добираться до места назначения пешком. Но я не думаю, что это такая большая проблема. В принципе, Джо тут неподалёку живёт от Вита. Так что... Ну, ничего страшного. Спортом займёшься, Вита. Крепнешь и глядишь уже... Серьёзные дела сможешь решать. Дальше уже не срана. Э... Я пробежал сквозь дворы. Ну... Пару-то минут тоже не включается. Вот какой-то момент. Ну вот. Всё в порядке. Так. Осталось пробежать совсем немного. Так. Ну и, наверное, отключу показать, потому что, ну, побегу, что это неинтересно. И уже возвращаемся в процесс, когда это будет. Так. Ну, в принципе, можно было даже и не отключаться. Дом тут вот вообще поблизости. Да, живёт, конечно же. Он явно лучше, чем семья Виту. Так. Сейчас мы его найдём и скажем, давай-ка мне работу посерьёзнее. Посмотрим вообще... Ну, простите, мэм. Вы не знаете, где живёт Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жильё. Эх, какие все тут хамливые-то. Ну вот, в общем-то, и его квартира. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Вот же свинья. Я посыпил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя сдал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра. Продолжим в того же место. Топ-топ. Джои, ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилась, крошка. Я сказал потом. Мы с Виту очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похоже, ты молодцом, Джои. Неплохо. Я тебе скажу, эта испаночка что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты её знаешь. Хочешь, чтобы я нашёл честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жильё. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдём мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашёл, работяги они ж неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый, познакомим тебя с Джизеппе и заодно заберём твои бумаги. Пошли. Ну что? За три года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за три месяца только-только всё обставил. Три месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и всё. А у тебя они уже есть, меня-то ты знаешь. Так, кстати говоря, я по-моему тут где-то находил... Три месяца, ты горячей воды полно! Так, я где-то тут находил маленькую пасхалку, но по крайней мере... Тут есть журналы специально такие, вроде как поклажи в GTA V CT. Вау, вот это кровать! Хе-хе-хей, не знаю как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих тёлок, так что даже за деньги к ней не притронусь. Это я тут буду спать? Ага, прикольно. Да, спать на кухне это не самый лучший вариант, конечно. Так, не помню где находится журнал. У тебя свой телефон. Да, а теперь у тебя. Без него в нашем деле никак. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет-нет-нет, не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займёшься после возвращения? Да не то чтобы... Так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну а на эту ерунду у тебя ещё время не вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да. Спасибо ещё раз за бумаги об увольнении. Да чё, всё это один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Так, ну и где твоя машина? Наверняка у тебя есть машина же классная, да? И ты даже не прулить. Я предсказываю, что выйдет. Эй, слушай, а можно... Что? Слизь за руль. На дорогах гололёда ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти всё время. Это же не танк. Это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чём тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Не важно. За руль пустишь или как? Ладно, ладно. Вот ключи. Только осторожней. Значит так, в такую хладрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знай. Да, Джо, зря допустил. Но за руль, я... Джо, теперь на право. Потом езжай, пока прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok front Ing. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok лучше подбери себе отмычки у джузеппо добро пожаловать в универмаг джузеппо рай для вора у него как греции есть все даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех эй джузеппо я тебе клиента привела свой да так точно свою в доску это вита мой давний друг это джузеппо лучший медвежатик вам пара мной только как дела бумаги для тебя да для него они уже готовы та еще морока была но готовы спасибо это и правда выберет армия тебя больше не побеспокоит поверь видишь что я говорил вот деньги или бумаги вита так на что одно еще нужен набор отмычек это и угадай кто их купит так вот и ассортимент нас 27 долларов ничего себе просто богачи грация можешь проверить прямо здесь вот держи замок надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки берешь ключ и зажимаешь крючки по одному когда отведешь все крючки поверни ключ и замок откроется легко дьявол 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 ты джузеппо дьявол у тебя получится я не делюсь когда ключ машина Да, всего хорошего, спасибо. Да, если она помог, теперь мы можем заказать любую машину. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на то, что любую. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Подозрение в угоне машины! Да как? Откуда вы взялись-то? Жми на газ! Давай, 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 давай. Вот машину угоняет! Не следую! Так это еще не конец! В роте, я быстро! Так, да я помню уже, что нас разыскивают. Нам главное, как можно быстрее отсюда сварить. О, эта машина тут гораздо шустрее. И от этого еще опаснее будет нас подключение. Ну ладно, давайте сейчас, значит, надо оторваться от колокола. Водить мы научимся, как бы. Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. А самое то... Эй, да это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Волшебный машин, а мне нравится это не то, что у корыто. Джо? Пошли, явно побыстрее будут. Так, ну за что? Почему у нас опять вообще полицейский-коразовский? Я ничего такого плохо не делал. Ты подумаешь, превышал скорость немножко? Ну, не серьезно. Вот еще нужно пробовать ориентироваться на этом радаре. Он новый, и поэтому не будут некоторые проблемы с ним. У меня, по крайней мере, нет. Но я думаю, что это временно. Так. Ой, на красный свет. Да, 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 да. Я могу забыть. Так, какие пристабочные эти американские полицейские? Туда. Опа. Мы немножко проехали. Увлек себя. Ну, вообще-то в меня врезались, что сгорейли. Совсем. Да уж. Ладно. Какие-то полицейские-коразовские-коразовы очень странные. В нас врезались. И мы уже право нарушили. Ладно, какому, стоит креусь. И ездить аккуратнее, по крайней мере, когда они на радаре. Появляется Так Аккуратно Вот мастерская Тут можно перебить номера Покрасить машину Чего тебе сделать? Да Вот как раз и что я Новые номера Для тебя, Неверс Для тебя, Неверс Вот 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 Украина В not Вновь У bigger Уже Уже А, хотя это нам на халяву, да? Да, я немножко, конечно, туплю, потому что я не помню вообще, как тут все делается Так, и как вообще перекрасить Ой, короче, ну нафиг А, отлично, теперь познакомим тебя с Майком в русске Может, у него работа будет Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде, не пропустишь А это кто за парень? Какой? Парень в мастерской А, Томми, племянник одного кореша Он типа Тихоня, ну скажи тебе, танцует как свет Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остер Бэй Все тёлки с ума сходят Я что, слышу намёк на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцует? Я же обаятельный Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами двигаться Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу и у тебя в трусах Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе Ой, блин, перестань Да, и как хорошо Так, екать-то лучше, по-видимому, достаточно долго Вот это верняк Эй, детка, отличный прикид Будет круто смотреться утром у меня на полу И у тебя это работает Ты знаешь, чем поговорить, как поваляться отличается Нет? Давай поедем ко мне поговорим Какие-то проблемы, вкусно Давай ко мне домой, поиграя в игру Ты будешь в дверь, а я тебя Ну, это позор Слушай, если у тебя висит 17, то с главами можно вообще Хорошо, почти на месте Поверни направо Так, что будет особо ничего интересного Поверни по залогу, конечно Эй, глянь, какие-то... Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает И вообще, я их вытирал И чем? Той же тряпкой, которой драешь в туалет? А? Слесорюга Да, Сухи, ты кто тут? Санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно Это мой друг Вита Вита, это Майк Бруски Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит А знакомству, Вита? Мы с Вита давние друзья Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей Я за него ручаюсь Ага, ладно Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да Мне нужны обычные машины, никакой роскоши С каждой тачки получишь долю Пригодя сколько хочешь Только не притащи копов на хвосте Если они припрутся, я тебя знать не знаю Понятно? Ясно Твою мать, Майк Ты же мне все пальто залапал Оно же больше тебя стоит Не вери еще, а то я тебе глаз на ухо натяну Истерик Знаешь, сколько сейчас ключишка стоит? Господи Боже Да хрена И еще не факт, а чистят ли? Ты заткнешься? Вита, слушай Сегодня мне нужен Вальтер Кумпе У меня просят детали, а машину я нигде не найду Потому что не знаешь, где искать Каждый раз, когда еду по Хантерс Вижу одну такую убара Вроде Одинокая Звезда называется Это же Нигерский район Будут там как прыщ на коленке Слушай, а я дам тебе три с половиной сотни баксов Стоит того, а? Четыре Ладно, идет Ладно, Вита, давай пошли Андиаму Все равно я пришлю тебе чек из кимчистки Давай, а я адрес поменяю, болван Так, слушай Это твой первый заплыв, так сказать Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи На всякий случай О, класс Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй Вот мишень Целься в ту развалину Так, ну что же, пройдем еще в обучение Стрельбе Хотя мы уже стреляли Но это в Сицилии было Ах, блин, там что, бензин остался? Ну, я знаю анекдот в тему про поляка Но не скажу А, да, кстати Пошел ты Ладно, хватит стрелять Работать пора Так Ну что, можно на этом и остановиться В следующий раз мы пойдем и угоним тачку с Нигерского района Я думаю, что это будет интересное, захватывающее И, по крайней мере, это очень необычно для мафии Всем спасибо и всем до скорых новых интересных встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!